Доброе утро, друзья! И вот у нас получился столик детский. То, что у нас получилось, показываю вам. Вчера я вам показывала, как я его делала. Подтянула хорошо, я взяла бархат, подтянула его хорошо так, чтобы можно было его убирать прелестно. Здесь железная дорога расположилась. Здесь машина, которая возит другие машинки. Здесь целый город получается. И получился такой вот прелестный столик. Места немного, поэтому хочется, чтобы ребенок и развивался, читал. Поэтому ему сюда мы положили... Когда он приходит, он все время хватает. Ему хочется все, везде и сразу. И у нас железная дорога, пульт, охранники. Это охранники стоят. Кубик Рубика, чтобы тоже развивались. На остановке сидят пассажиры. Ждут. Это самый главный дядюшка. Он у нас и водитель в паровозе. Он и водитель. Он и пассажир бывает, и водитель. Это тоже пассажиры, которые ждут. Курочка, которая бегает иногда. И здесь же стоят знаки. Со временем мы их будем изучать обязательно. Наши елочки, деревья. Наш крокодил, который шарики иногда глотает. Здесь также есть квадроцикл. Вот такие их немного. Но стараемся, чтобы все было интересно. Лиса еще пока неинтересна. Но лиса тоже вместе со своими детками здесь тоже сидит и ждет. И теплоход ждет своего времени. Вот эти вот грабельки, которые... Это когда тепло, мы песочком играем. Вот хочется, чтобы ребенок и английским занимался. Поэтому стараемся развивать, и чтобы ему было интересно. Вот такой вот получился у нас столик. Вот здесь наши, как Никита любит рассказать, три бум-бум. Три. Их должно быть три маленьких. Или побольше. Это все называются три бум-бум. Здесь мы дорогу прокладываем. Возим цемент. Возим раствор цементный. И такая вот, такой получился у нас стол. Есть все. И на небольшом участке. На небольшом участке. Места много на него не надо. Ну, а под низом она еще не используется. Наверное, он еще маленький для таких машин. Больше нравится вот такой вот город. Такая железная дорога у нас получилась.